Может проявлять агрессию, во-первых, когда он находится в стрессовом состоянии, то есть он попал в какую-то необычную ситуацию, в какое-то необычное место, допустим, населенный пункт. Стал убегать, ну, конечно, он меня догнал, сбил с ноги, там, повлил, я отбивался от него ногами. Спокойный, доброжелательный, он сам никогда не нападет на человека. В Европе зубров истребили в начале 20 века и в основном по причине браконьерства. Если брать Центральную Европу, шла Первая мировая война, и людям надо было что-то кушать, и ничего проще, чем добыча зубра на мясо, они не придумали. И тем более еще армии тоже надо было где-то пропитание брать, в том числе и армии использовали зубровое мясо для пропитания. Дольше всего зубр продержался в Кавказских горах, там последний зубр был убит в 26 или 27 году. Разные источники указывают по-разному, это тоже из-за браконьерства. Популяция зубра на территории Беларуси начала восстанавливаться сразу же после Второй мировой войны. В 46 году в Беловежскую пущу, в нашу белорусскую часть, завезли первых животных. Впоследствии они были выпущены на волю и положили начало беловежской нашей популяции. А впоследствии уже в 80-е, 90-е годы и в начале нулевых беловежские зубры расселялись по территории страны. И сейчас у нас 10 вольно живущих популяций имеется. Как говорится, цыплят считают по осени, а зубров мы считаем по состоянию на 31 декабря каждого года. На 31 декабря 2023 года цифры еще нету, а предыдущая составляет 2688 особей. Мы уже третий год подряд занимаем первое место в мире по численности зубров, как общая численность, так и вольно живущие. Численность зубров в белорусской пущи стабильно растет, с каждым годом все больше. На начало прошлого года их было 730. Основной визуально, или вот если большая стада скопления, с квадратоптера. Снимаем, заносим в компьютер, потому что надо не только количество, но надо еще и полный возраст. Там смотрим, собцов, самок, сколько телят. Их регулярно кормят. Сено, концентраты, зерно, соль, молодняку, дворики еще добавляют, комбикорм. Я скажу, что много зубров не желают кормиться там, где их подкармливают. Они сами уходят, пищут по полям. Это к проценту 75 зубров, они не хотят. Поэтому они хотят, чтобы уже привезли туда, седу положили, все равно любят ходить по полям. В литературе указывается, что самки могут достигать 650 килограмм, самцы 850 килограмм. Известны у нас случаи, когда, как говорится, зубр маму слушал и хорошо кушал, и поэтому они могут достигать у нас массы в тонну. Зубр, как правило, уже привык, что человек, это существо может быть несколько или опасное, или не совсем дружественное. Поэтому в разных популяциях по-разному. Где-то бывает зубры не подпускают даже на километр, а где-то можно подойти метров на 50 или даже на 30. Но в любом случае, когда начинаешь приближаться ближе, стадо просто убегает. Зубр может проявлять агрессию, во-первых, когда он находится в стрессовом состоянии, то есть он попал в какую-то необычную ситуацию, в какое-то необычное место, там, допустим, населенный пункт. Или его единственный выход оказался отрезан человеком, он тогда может проявить агрессию. Иногда бывали случаи, казалось бы, беспочвенной агрессии, но это единичная абсолютно. И, конечно же, травмированные животные проявляют агрессивное поведение. Ну, не хочется, а то пример вспоминаю, когда был тоже таким, машина. Травмирован был зубром на дороге, он ушел в лес. Ну, мы пошли за него посмотреть. Ну, думали, что у него там перелом конечности, но он посмотрел, схватился, траханул головой, как заяц на махах. Ну, и побежал. Ну, я там пару кругов задеров сделал, но толку не будет. Стал их бегать, ну, конечно, он меня догнал, сбился ноги, там, повалил я, отбивался от него ногами. Ну, ничего, все обошлось. Песня о зубре нашего выдающегося поэта-латиниста Николая Гусовского была написана в начале 20-х годов XVI века. А издана она была в 1523 году. То есть мы сегодня не знаем, сколько времени, творческого времени заняло у автора создание этого шедевра. Видимо, судя по уровню, художественному уровню, отточенности, мастерству, она создавалась не за... не мгновенно. Это большой, большой труд. После того, как он в составе дипломатической миссии навестил Рим. То есть была объединенная миссия, как правило, дипломатическая миссия, были из представителей Великого княжества Литовска, это древнего нашего государства, и Польши. В это время они находились в военно-политическом союзе и в таком унии, это понятно. И вот они были в Риме и наблюдали бой быков, так называют автора, бой с быками. И тогда возникла мысль, и всех кто-то сказал, что это точно так же, как у нас охота на зубра. Потому что охота на зубра была таким священным действом, которое впечатляло, поражало воображение любого человека, даже опытнейших охотников. Это время расцвета национальной культуры, это расцвета государства. Крупнейшее государство мира Европы, Европы того времени, было вот древнее белорусское государство, Великое княжество Литовска. Оно простиралось от Балтики до Черного моря. И масштаб, и сила этого государства. Она нашла отражение в этой поэме. Поэт наделяет зубра такими же свойствами, ну, то, как он представляет себе идеального зверя. Вот он спокойный, доброжелательный, он сам никогда не нападет на человека. Но если он увидит человека, который наближается к нему с копьем или блеск меча, он насторожится. И он может, он почувствует опасность, и он может ответить, отогнать этого человека. Ну, характер, видите, какой. Мы подходим, он не уходит. Но я скажу, что зубр прежде чем бросится там на человека, говорит, что он как бы предупреждает. Сначала там гребет ногой переднюю, махает головой, вертит, хвостом крутит. Значит, все, можешь не подходить. Особенно вот эти агрессивные самки первые дни после отела. Они, как правило, всегда защищают своего теленка и всегда или отпугают, пугают, или могут даже броситься на человека, если он где-то там близко очень подошел. А так уже через неделю, где она уже, самка убегает, и теленок за ней убегает, какая же повезение. Или самец какой-нибудь, или не только самец, самка может какая-нибудь старая, хромая, где-нибудь какая-то, которая уже не может убегать. Но тоже можно проявить агрессию к тем, кто ее беспокоит. В Беловецкой Пуще 5 основных группировок зубров. Это называется, вот эта группа, называется группа Южная. На Югой Пуще мы называем ее условно так, Южная. И вот мы отлавливаем в разную группировку, отлавливаем потом, когда уже всякие анализы, ветераны обследования пройдут, опять отлавливаем в ловушки, грузим, вводим, грузим обычно туда фуры и отправляем по местному назначению. С 50-152 года по одному, по два и дальше больше, больше было вывезено 290 голов всего же за этот период, по настоящее время. 100 голов мы расселили по территории Белоруссии. В результате чего было создано, именно за счет, практически за счет наших зубров создано 11 вольных микропопуляций в Белоруссии. Кроме Белоруссии, это Россия и возили в Казахстан. В прошлом году, в конце года, даже два зубра полетели в Китай. Вот, так что тут парочка, там, с Минска их довезли в машинах, а потом самолет, транспорт, и полетели в Китай, в зоопарк. Николай Гуссовский передает, когда зверь ранен, сильный, сильный зверь, когда он ранен. Это что-то необыкновенное, это ураган, стихия, он это вот с помощью литературных средств, определений, сравнений. Поэт подает могущество этого зверя, его ярость, он ротоборец, он борется за свою жизнь, он борется за свое потомство, он борется за свое будущее. И вот это наблюдение Николая Гуссовского, что это реликтовый зверь, зверь, который, он выжил в сложнейших условиях, он, наверное, со времен динозавров сохранился. Вот эта мысль о том, что вот он обладает такой силой и такой ловкостью, и внешне это не проявляет, ну, как бы и не проявляется. То есть описание зверя, ну, мне кажется, не превосходит в какой-то степени, и даже научное, строгие научное наблюдение, если не превосходит, то оно близко к этому. Конечно, ты поражаешься этим сценам, вот когда сражение охотника и ротоборца зубра. Нам разная ситуация, если ты со сосной спрятался, то это не гарантия, что охотник выживет. Только за дубом, за крепким, сильным дубом, потому что он сотрясет сосну, небольшое дерево, только за крепким дубом они могли сражаться, и охотник, ловкий охотник мог победить зверя, то есть увертываясь от него. И все эти сцены, все эти случаи он прекрасно передает, вот, и зубр вот именно предстает величественным таким зверем, зверем, который вот является символом этой земли. И зубр, это для него, это и символ страны, символ мощного государства. Не случайно, вот он говорит, он не просто вот только говорит о охоте на зверя, или только вот только зверь. Здесь и рассуждение идет, там много вставок о стране, о обычаях народных, о различных каких-то этнических, этнических тонкостях. И, конечно, вот этот вот разговор о Витовте, вот могущественном князе, при котором государство достигло своего расцвета, зенита, территория его была, ну, огромной, огромной. Зубр для него величие своей страны, и он тоже рассказывает о народе, о крестьянах, там, о том, как это, о прекрасной природе, о реках, озерах, они полны вот рыб. Стадо зубра представляет собой потомство одной самки, и вот, как правило, до 20 особей такое стадо может насчитывать. И там, естественно, вот эта вот самка является вожаком стада, и периодически во время гона самцы могут приходить, оплодотворять самок, и иногда они выгоняют молодых самцов, которые кажутся им конкурентами. Самка, они командуют всем парадом. А самцы обычно, они-то сзади ходят. Или вот самцы образуют свою компанию, называют свою группу. Ну, как и все самцы в дикой природе, не только зубры, все они, самцы любят жить отдельно от самок. Ну, вообще, зубр — это самое крупное наземное животное с севера Евразии и северной Америки. Оно крупнее раза в полтора даже, чем самые крупные белые медведи. И, соответственно, животное такое большое, которое обитает у нас, естественно, будет символом страны. Каждому народу, каждой стране хочется быть узнаваемым, хочется быть процветающим, хочется быть успешным в этом мире. И мы вот на таком, на тотемном, на своем подсознании ищем то, что олицетворяет наше величие. Зубр — это могущественный, реликтовый зверь. Точно, как и Беларусь сегодня. Она со своей великой историей, языком, со своими традициями. Ну, он самый сильный, крепкий зверь. Тоже какая-то есть, может, ее подчеркивает величие и значимость. Редактор субтитров А.Семкин